Добрый вечер. Я Анжи Питецкий. В этот раз мы поговорим о том, что волнует нас всех. О налогах. Мы их все неизбежно платим. И все считаем их высокими. Кроме, видимо, нашего министра финансов. Он пообещал, что итогом работы правительства на налоговые реформы станет не просто их изменение, но и повышение. То есть, в то время как производители, потребители, продавцы только что не на коленях умоляли власти снизить налог на рабочую силу и НДС. Нам обещано увеличение налогового времени. Господин Арвел Сашерденс это объясняет просто. У государства выросли потребности, ну и, конечно, войной в Украине. Что же, потребности нужно удовлетворять. И война все еще идет. Но министр должен понимать, как бизнес отнесется к повышению налогов. Особенно сейчас, когда предприятия закрываются одно за другим. И когда обещание повышения налогов происходит на фоне повышения жалования политиков и чиновников, а также создание нового министерства климата и энергетики. Безусловно, должна быть достойная оплата труда у медиков, полицейских и учителей. О них нет речи. Итого в Латвии 300 тысяч работников за налоги. В частном секторе у нас занято немногим больше людей. То есть, каждый работающий в частном секторе должен заработать на себя, на госсектор и еще на пенсионеров. При этом нормальным размером госсектора Латвии по меркам для ЕС было бы 100 тысяч людей. Неудивительно, что у частного бизнеса сильного желания платить налоги нет. Желания продолжать работать в Латвии тоже немного. Порой так и хочется сказать. Господа министры, выйдите из своих кабинетов и попробуйте создать успешный бизнес при таких налоговых условиях и без связей правительстве и муниципалитете. Удивляет то, что правительство не видит такого пути снижения затрат на госаппарат, как его сокращение. И знаете почему? Пробовали, не получается. У нас уже была реформа госуправления 6 лет назад. И по мнению госконтроля, учинившего ревизию, эта реформа с треском провалилась. Но пока правительство хочет другого. Повысит налоги. Выводы же, как обычно, делайте сами.